Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает манипуляции заявления Армении о мире. Об этом сказал Алиев, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по восточному партнерству Зирком Шубелем. Вы упомянули о своем визите в Армению и получении месседжа о мире от армянского руководства. Мы слышали эти сообщения на протяжении всех лет оккупации, но они не были искренними. Мы тоже хотели мира, но хотели возвращения земель. Они же хотели мира, не возвращая наши земли. В этом была разница. Таким образом, нам пришлось решать конфликт силовыми, а затем политическими средствами. Я нахожу их сегодняшние разговоры о мире одной из форм манипуляции. Алиев подчеркнул, что если бы армянская сторона действительно хотела бы мира, то она ответила бы на предложение Азербайджана. Сразу же после окончания войны в 2020 году мы предложили начать переговоры о мирном соглашении. Редко в мировой истории страна, территория которой много лет находится под оккупацией, силой восстанавливает справедливость, а после победы над врагом предлагает мир. Мы предложили мир, несмотря на разрушение и уничтожение Армении наших территорий и страданий, причиненных азербайджанцам. У нас должно быть два пути – процесс нормализации Азербайджана-армянских отношений, а также вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане с точки зрения прав и безопасности. Президент Алиев отметил, что считает важным, чтобы Армения четко заявила, чего она хочет на самом деле. Если они хотят говорить о правах и безопасностях армян в Карабахе, то ничего у них не выйдет. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой. Мы готовы разговаривать с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот вопрос уже стартовал. Спасибо.